Значит, где-то уже 100 километров осталось до Ивана Франковска. Едем через Тернопольскую область. То, что здесь называется дорогой, это невозможно назвать вообще ничем. И больше всех меня удивляет факт, что можно проехать несколько десяток километров и не встретить ни одну машину. Ну, вот это считается центральной соединяющей трассой Киев и Ивана Франковска. Вот представьте себе, в каком состоянии, к сожалению, сегодня инфраструктура и государство, и вообще экономика и все остальное. Ну, вот как можно проехать несколько областей и встретить там несколько машин? Вот по такой дороге вот. Не знаю, как это вообще можно объяснить. И не понимаю, как люди могут проголосовать за тех же людей, которые вот это разворовывали и позволяли себе в протяжении десяток лет. По дороге видим таких обнищавших людей, много коров. Такую чисто сельскохозяйственную убитую инфраструктуру. И вот что-то похожее на остаток советских дорог. Пожалуйста. Поэтому, ну, если кто-нибудь не готов на сегодняшний день участвовать в революционном движении за освобождение страны от этих ублюдков, то я не знаю уже, что делать, потому что вот так продолжаться реально не может уже. За 300 километров Польша развивается, летит период экономика Словакии развивается и так далее. А у нас вот такая беда. И еще сидим и думаем, а за кого же там, за Порошенко, за кого-то там, тот лучше, другой хуже. Вот хуже уже опускаться уже, в принципе, не буду. Продолжение следует...